Прежде чем нанести материал, мы закатываем поверхность структурным грунтом. После высыхания кроющего грунта мы наносим первый слой материала арбитон, заколированного. Наносим сплошным слоем, тонким, для того, чтобы придать поверхности адгезию материала к стенке. После того, как нанесли материал, мы должны дать поверхности высохнуть. Итак, после высыхания первого слоя мы наносим второй слой и создаем фактуру нанесения валика. Фон мы наносим сплошным слоем, не оставляя нигде пустых мест. Используя обычный валик, мы формируем рисунок. Необходимо, чтобы рисунок был равномерный. Поскольку после того, как этот рисунок высохнет, немножко подсохнет, мы его приглаживаем и создаем маленькую фактуру. Используя обычную кельму, мы проходимся по верхушкам и приглаживаем их в разные направления. Можно также наносить полукруги, движение полукруга. На этом этапе, если вам что-то не понравилось и вы хотели переделать, вы можете просто взять валик и переделать, пока раствор не высох. После высыхания второго слоя мы проходимся абразивом и в дальнейшем просто наносим лак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...